Девушки отдыхают Одни тревожные мысли нахлёстывались на другие Пропавшая Катя Лес Маньяк Фонарь-аптека И склепы, могилы, кресты Это Полинин дом такой, да? Вот и Бяша Бяша выпался из ранних сумрек в квартале однозначенного места Чего унылый такой, на? Светых анекдотов нет? Я был рад видеть даже его физиономию О! Вся банда в сборе Ну да Ой, довольны Довольны, как слон Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании По улыбке до ушей становилось ясно, что оно прошло великолепно А оно, может, прошло и невеликолепно Он был просто рад идти с ней Даже если она молчала всю дорогу И вообще не разговаривала с ними Ну да ладно Ты что? Ты че бодаешь мне экран? Ромка шутливый боднул меня в бок А, ты в бок, в смысле, его боднул, ладно Ну айда, джентльмены! Да, да, пойдемте Этот слезливый, тот нефятный Фиг вот поймет меня! Действительно А ты лишний раз беж не думай Ты скотина А то, глядишь, последняя извилина узлом закрутится Ты свои-то вспомни полтора часа назад На дворе заднем у школы Сидел там в сугробе Ну погнали В это время люди в домах Стряпали, смотрели телевизор Переругивались В смысле? Подождите Школьные уроки заканчиваются когда? Ну где-то, наверное, там Двенадцать лет Это, значит, примерно где-то Ну часа в два Это здесь скрипит, да? В игре? Я подумала У меня сзади, типа, на качелях Может, кто качает на улице Значит, что я говорила? Все отвлекли меня скрипом этим В два-три часа примерно заканчиваются уроки Пока они там это, пока договорились Ну, допустим, четыре часа Он ее полтора часа провожал Это, получается, пять часов То есть люди еще с работы даже не вернули Или здесь как-то по-другому заканчивается рабочий день Как будто сейчас уже, знаете, допустим, ну семь вечера где-то примерно Ладно, переругивались На крыльце курили хмурые мужчины Скрипел колодезный ворот Метель обошла поселок по дуге Но не она заботила меня и пугала Лес вырос на нашем пути И то ли мы вошли в него, то ли он проглотил нас зубастой пастью Сосны скрипели, а из тайги тянулись зыбкие тени Они выгибались по обе стороны от дороги Никто из нас не проронил ни слова, ступая на просеку Сизая дымка струилась над оврагами Ее хвосты завивались в призрачном танце В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей Мутило рассудок Снег чавкал, проседая под подошвами Кочки напоминали насыпи на могилах А кресты заменяли перекрученные хилые деревья Я не понимаю, ну и слог просто у него Из заледеневших болот стенала и булькала тьма Злобно завыл ветер Время перестало иметь значение Так стемнело В какой-то момент мы уперлись в бурелом Замолохает Значит так Так Поисковая операция начинается Ура, погнали Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя Да И желательно пацаны поживее Согласна Уже через час станет темно, хоть глаз выколи Так уже темнеет, смотри как Мы Это звуки здесь в игре, прикиньте Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья В слабой надежде найти хоть что-то Хрена лысого мы в таких потемках найдем А фонари нужны были Давайте вот его-то по домам Да мы только начали, слышь, мы только пришли Опачки Опа Что тут у нас? Кошелек, да? Брелок, кошелек А мне сегодня фартит Самый лучший сыщик, короче, из нас Братва, я, кажись, на зол Еее Он ретируется за то, что он слышал крик Он же винил себя, что он слышал крик, но не пошел И в итоге как бы это Теперь думает, что это Катин был крик Это ж Каткин, кошелек Точно с клубничкой, да? Тихо, что происходит? А потом я услышал сдавленный вскрик И не понял, кто кричал Ромка, Бяша или я сам? Не ори, так я оглох Прям в ухо мне заорал Так, он свалился, что ли, куда-то? Там овраг какой-то, да? Наконец я все увидел воочию И все равно не поверил своим глазам Кто-то схватил его? Чего? Абсолютно седой Бяша в ужасе пятился Спотыкаясь, пока, наконец, не рухнул сугроб Да вы че, в смысле, а че произошло-то? Ну-ка, да А че случилось? Он протянул руку И я увидел, как дрожат его пальцы Указывающие в пустоту Гараж, что ли, черный опять увидел? Бяша взвился, словно ужаленный И побежал прочь Ты куда? Дурак, ты Ромка не посмотрел на него В смысле, а куда он смотрит? Ты же тоже что-то увидел? Он продолжал глядеть вперед Не моргая Не дыша Я не заметил, как зашагал навстречу Чему-то неописуемо страшному Нормально А че там происходит-то? Нерешительно отодвинул завесу из мохнатой хвои Но мы видели хозяина леса Неужели что-то может больше напугать, чем это? За елями показалась небольшая опушка Некогда выжженная точным попаданием молний Там сейчас какой-нибудь вип, паночка, еще что-нибудь придет Почерневшие пни ограждали круг Посередине стоял черный гараж Ну да, он гараж опять этот увидел Так и непонятно, что он в нем такого увидел Что просто вот у него так это Крышак потек Его гладкие стены были выкрашены черной краской Смотри, моргает, зовет Как будто кто-то это позывной вас в боку Морзе призывает Казалось, они впитали в себя сам мрак Я подумал, что гараж это не просто металлический короб Который легко можно перевозить с места на место Он нечто живое Так Насекомое С черным Ну хорош Лоснящимся хит... Блин, это вот это слово Хитином Прожорливый падальщик Если неправильно ставлю ударение, сорян Извини А кстати, в словаре что-то есть? А и все, да? Ничего больше не дает Прожорливый падальщик Мы таращились на него А он внимательно следил за нами Красным мерцающим глазом Одним Смотрите Я сказал себе, что это просто лампочка Демоны Генератор жужжал тихонько Но в этом звуке слышалась угроза В прошлый раз, когда он открыл вот это Там, короче, лицо этой Сенечки показалось ему Но мне кажется, это из-за репортажа Открыто Логично, да Хорошо Пойдем Пойдем, да Заглянем Давай так Я держу тебя, короче, за руку А ты заглядываешь Но я остаюсь снаружи Держа твою руку здесь Да, окей Я попытался сглотнуть Рот был сухой, как пустыня Ворота гаража были распахнуты Внутри клубилась чернота Почему мы без фонарика входим? Я не понимаю Сыщики тоже мне Я почувствовала прикосновение Ромка положил ладонь на мое плечо Ты входи, а я тебя подержу Да, скажешь сейчас Пойдем Вдвоем Вдвоем Мне кажется, кто-то должен остаться снаружи И вообще очень плохо, что Бяша убежал один без нас туда Он выглядел сейчас старше своих лет Бяша так вообще посидел Да что там Он выглядел дряхлым стариком Ты сам всех позвал сюда Ты организатор этой сходки Давай предупредим лейтенанта Тихонова И как? Нам нужно отойти сейчас от него Как мы будем координаты скидывать? Вы же даже ничего нигде не знаете, где находитесь Ромка всплюнул себе под ноги Мобильных еще нету Пока изобретут, уже все Не будь ты таким наивным, Тоха Твой Тихонов вон даже варежку в лесу отыскать не смог Откуда ты знаешь об этом? Откуда ты знаешь о варежке в лесу, минуточку? Варежку в лесу нашел Тоха И он положил ее к себе в ящик и никому об этом не говорил Да и западло с ментом сотрудничать Особенно, когда я у него на учете состою Да это, кстати, не так-то уж и западло Это ладно Меня сейчас интересует вопрос про варежку Либо Тоха ему рассказал Но почему тогда нам не показали этот момент Что он ему рассказал Хулиган выхватил визитный ножик И серьезно посмотрел Ну давайте хотя бы этим будем защищаться Только смотри, не порай никого Своего Маньяк наверняка вернулся туда В свое логово Если получится, возьмем его тепленьким Пока он не ждет Давай Иначе в следующий раз Подкараулит уже он Мне кажется, даже если мы как бы сейчас вот в вооружении Готовы Эффект внезапности Все дела Мы все равно можем не справиться с маньяком С ним взрослые люди могут не справиться А тут два этих Зверята говорили, что он всего лишь человек Из поселка Но справимся ли мы без взрослых Второго шанса может не быть, брат Так что решайся Сейчас, секунду Давайте сохранимся В милицию или в гараж Ну окей, пойдемте в гараж Давайте, ладно Сейчас нас там запрут и убьют Мы приблизились к постройке Ну либо там ничего нет И скоро бы не донеслось ни звука Только гудел генератор Ромка постучал к костяшким поворотам Убеждаясь, что они не собираются превращаться В хищные челюсти А смелев Почему мы с фонарей? Объясните мне кто-нибудь А смелев, он распахнул двери пошире И принялся ощупывать проем В поисках выключателя Помоги-ка мне Где я? Чего включить? Вид Там что-то Ой, там смотрите какие-то Ну это все-таки Нет, ну Да, пилы Да, всякие эти пассатижи Но это все-таки Гараж в конце концов Гараж оказался Самым обыкновенным Полки с инструментами по бокам Какие-то канистры и тряпки Да накрытая чехлом машина У меня другой сейчас вопрос Вот сейчас Убери, пожалуйста, спасибо Вот там вот внизу Я просто вспоминаю Свой гараж Своего дедушки Вот там внизу У него был погреб Здесь есть погреб? Потому что как бы здесь-то видимых нет Никаких Ну Следов Вдруг все в погребе внизу Ни маньяков Ни их жертв Я даже усмехнулся от облегчения И прочел те же эмоции На лице товарища Там внизу Наверняка что-то есть Под полом Ромка вошел в гараж И обогнул по часовой стрелке Автомобиль Пошарил среди пыльных полок Посмотрел на меня Я расхрабрился настолько Что перешагнул порог В углах, как паутина Налипла тьма Паук, если он и был Давно покинул гнездо Че? А, осмотреть можно О! Что это был за звук? Нас заперли? Нас заперли, да? Тусклый свет не проникает туда В темноте может быть что угодно Вдруг она смотрит на меня в упор Прячаясь за кружевом паутины А если встать на цыпочки Пыль и рухлить Типа посмотрели, да? Верхняя полка Верхняя полка Спасибо, все окей Лучше бы исчезали Что ими сжимали? Что хрустело между металлическими челюстями? Что лилось на верстак из рвущейся плоти? Чугун от длительного использования совсем раскрошился? Черепа Или что-то другое Но это обыкновенные слесарские тиски Такие же стоят в кабинете труда Тиски для деталей, а не для жертв капли масла, а не крови Да, да, это с легкостью может быть и просто инструменты И инструменты для пыток и убийств Для убийств, к сожалению, подходят те же инструменты Что и для операций, ремонта и прочей всякой такой темы Подожди, поговорите Я не все осмотрела еще Тиски Так, там вон рулесит Ржавые железяки похожи на стальные клыки В пасти этого мерзлого места Или на пыточные инструменты средневекового палача Да, да, да К таким прикоснешься и на пальце сразу расцветет рана А в порез протестится инфекция От ржавчины и засохшего жира И ты занешься даже Ну ты замудрил Нет, возможно, но обработаешь, если все нормально Там на щипцах что-то багровое Надо подойти и проверить Краска, это просто краска Или ржавчина Так Да и хорош, блин, щелкать Они пугают, напрягают А, это звуки от этого Блин, я думала, это сзади щелкает дверь Почему мне это так напоминает алтарь? Точно, гараж это церковь А здесь атрибуты нечеловеческой таежной религии Я не хочу видеть иконы этой звериной веры Древние письмена и железные реликвии Да нет же, просто хлам Никому тут не мурятся Не бывает таких храмов А воск на столешнице Потому что электричество часто отключают И хозяин работает при свечах Почему вопрос не заперт гараж? Так Что ты скажешь? Хлам Окей, вот здесь что-то еще было Да Отсеченные конечности Груды фарша и головы Облепленные мясными мухами Вот что я увижу, заглянув в ящик А там, пойди ничего, да? Как в ночном кошмаре Страшная версия поля чудес В которой ведущий хохоча И пуская слюну Вынимает из коробки Истекающие гноем призы Твошь, ты что такое на ночь смотришь? Но ящик Но наяву ящик пуст Если что-то там и было Это убрали с глаз долой уже Так Ящики Ну остается машина и Ромка Это машина? Что же еще? Просто автомобиль на открытой тканью А внутри никого нет Ни в живых Ни живых Ни мертвых Вонь застарелой крови Она Она только у меня в голове То, что находится под мешковиной Пахнет машинным маслом И не более Автомобиль Автомобиль Ну все, давайте разговаривать Че, че, че Ржавый хлам Под машиной нету люка Оказывается, это место капец Какое унылое Какому такому мудаку Пришла в голову идея Перевозить гараж с места на место А он реально переезжает, да? Это гараж А, подожди Это Там, блин Там нет подвала Я че-то не подумала Что это перемещающийся А он реально перемещается? Пошли отсюда Ага Давай догоним Бяша Ему крепко досталось Я вышел под снегопад Ромка уже топал к выходу Когда вдруг остановился И задумчиво поглядел на автомобиль Давай сдерни шторку И Устрои нам тут Шоу Слушай, а что это мы С пустыми руками будем возвращаться Ты хочешь угнать машину? Дай-ка я хоть магнитолу скручу Уэй Начинается В колхозе Ну Что вам сказать Там либо Катя Либо кто-то еще Из-под чехла раздался всхлип От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб Ты слышал? Она там Я смотрел, как вдруг дергает ткань За ткань Но подбежать помочь не хватало Ну начинается Сил Ноги словно примерзли к земле Но Ромка справился без меня Вспоротый с помощью нажатия пол полетел в сторону Но пока Полины нет В смысле не было автомобиля под ним? Пока Полины рядом нет Ромка смелый Там, вырастая из пола Блестело машинным маслом Огромная мясорубка Ядрить вас Даже в подвал не удосужился спрятать Я видел такое в одной передаче До 16 А то вот слова и подогнали До 16 и старше Я такое не знаю Советская и российская телевизионная передача Посвященная проблемам молодежи Беспризорность движения рокеров Тема наркомании и дедовщины Проблемы досуга и взаимоотношений Да, я такое не смотрела Я такого не знала Так Промышленная махина Которой на фабрике Перемалывали Которой на фабрике Машина Которая перемалывала Коровьи туши для колбасы Вот так вот В раструбе Что у нее Это колготки Типа провались Да, скорее всего Я думаю Ля как связала ее Тварь Какие-то бандажные Тут эти узлы В раструбе Напоминающем Зев кровожадного цветка Венериной мухоловки Находилась связанная Катя Ну охренеть Вообще не встать Серьезно Мы напали все-таки Налогового маньяка Реально Прикиньте Она очнулась Словно от сна И ее глаза Округлились от страха Кляп позволял Лишь хныкать И молчать И мычать Ну тут короче Сейчас два будет Варианта развития событий Либо нас всех убьют Либо все-таки Мы спасем Катю Просто если бы мы Пошли в милицию То уже было бы все Мы бы Катю Уже бы не нашли Линон серьезно Блин Это получается Мы других детей Это уже можем и не найти Он возможно Всех уже распилил здесь Скорее сюда Я сбросил с себя Отороп Как тяжелый чехол И рванул в гараж Кто-то должен Держать дверь Ну етит вашу мать Нас запрут здесь Всех вместе Тем временем Ромка почти взобрался На стальную душегубку Сейчас будет испытание Пилы Сейчас она включится Вот эта хрень Она надо будет Ее останавливать Он взял Катю Под мышки И Блин Вероятно Коленом Ромка Зацепил Какую-то Вонючую кнопку Загуд Твою-то мать За ногу Загудел механизм Звук напоминал Варча Я вам сказала Это испытание Пилы Звук напоминал Ворчание Голодного желудка Ромка закричал Испуганно Явно осознавая Что он надел Обяж это Случаем Случаем Когда видел Черный гараж Внутрь Он заходил Случаем Случаем Звук напоминал Звук напоминал Это я на стенах Звук напоминал А был шанс А был шанс Ее спасти Вообще Нет Ноги Кати Теперь напоминали Измочаленные Колготы Кости Протнули Кожу Торчали Словно Сучки В багровом сиропе Плавала Белая коленная Чашечка Может это Им привиделось Все Я тянул Катю на себя И чувствовала Что проигрываю Это просто Это просто Какая-то Я не понимаю Что за Трэшляндия пошла Спасти Да как в смысле Долго я буду Жать эту кнопку Вонючий Должен был Другой способ Да Что-то Неправильно сделали А теперь у нас Улик никаких А мы тащим Все еще Лезвие Лезвие раздробили Таз Запенилась Кровавая каша Катя выла На одной Безумной А как она Вообще еще Не отрубилась До сих пор От болевого шока Глаза вылезли Из орбиты Белки стали Красными От лопнувших Сосудок Лезвия дошли До живота Легко Выгребли Из плоти Сизые Трубки кишечника Короче Ладно Отпускайте И уже Все Так Оля наматывала Спагетти на вилку Зашибись Сравнение Тож Вообще Во Бонь Внутренности Внутренности Распространилась По гаражу Я больше не пытался Помочь Кате В этом не было Ни малейшего смысла Ну я тоже Так думаю Голова девочки Свободно болталась Мутные Глаза Смотрели в пустоту Это просто Джон Крамер Побывал Как будто здесь Только он с детьми Никогда так не поступал Я даже не буду Это брать на заставку Это слишком Слишком отвратительно Голова девочки Свободно болталась Мутные глаза Смотрели в пустоту Мясоробка Перегрызла Ребра И поглотила Едва Оформившуюся Ну какое-то Неуместно Сейчас было Вот это вот Свои знаешь От кровяного давления Лицо Кате потемнело Алые струйки Сочились из глаз и ушей Я не понимаю Либо был шанс Ее спасти Все-таки Нужно было Что-то другое делать Не на нее нажимать Спасать А другие кнопки Жать наверное Либо что Ой блин Давайте быстро Промотаем Этот кошмар Из глаз и ушей Катя умерла Но механизм Продолжала работа До перемалывать Оставшиеся Волосы попали в лезвие И скальп Сочным хлюпанем Отделился от черепа Кожа лица Съехала вниз Гримаса смерти Заставила меня Отшатнуться Я ощутил руки На своем теле И решил Что сейчас Меня швырнут В раструб В качестве десерта Кто хотел Ужастики без скримеров Вот Типа Ужастики Только скримерами Да Вот пожалуйста Ужастик без скримеров Че Лучше б скример был Да Да Что я смешиваюсь В единый фарш С Катей Но это Рома Тащил меня Прочь Из металлического Хобота Механизма Шлепалась В поддон Толстая Кровавая Кровянка С застрявшими Волосами И костями В смысле В смысле стоял Чего Мы вывалились Из гаража Как блин Стоял Я нажимала Как маг Тупая игра Вообще Бесит меня Надо было Нормально Как надо было Нажать Я взял Горст снега И запихнул Себе в рот Прожевал Рыхлую Субстанцию А Снег Прожевал Господи Рыхлую Субстанцию Рома Стоял на коленях Утирая лицо Смешком Кого вырвал Нас Или Рома Я Отползал От чудовищной Мясорубки Цепляясь Ногтями За лед Не Ну это мы Конечно Посмотрим Другой вариант Но я не понимаю Как ее спасти Можно было Раз достижение Есть фарш Значит мы могли ее спасти Но я просто не понимаю Как надо было спасать Там было написано Нажать спасти Я так и поняла Что когда написано Нажать спасти Нужно было что-то другое делать Но я не увидела Вообще никаких кнопок Я поводила вот так вот мышкой И там не видно было ничего Блин Наконец-то заткнулась Вот эта музыка Она такая громкая была Вот зачем делать музыку Намного громче Чем все остальное В игре происходящее Я себя-то еле слышала Мне кажется У меня весь дом теперь слышал Потому что я себя не слышала Я отпазал От чудовищной мясорубки Цепляясь Ногтями за лед Кашлял Точно пытался Отхаркнуть Воспоминания Об увиденном Но я знал Что никогда не забуду Ни запаха Ни звука Ломающихся костей Ни предсмертной агонии Кати Он сказал Что не думал Что ты ее ненавидел Так сильно Так я Блин Я не понимаю Получается Типа он просто думал Что ее тащит Но на самом деле Он стоял Как бы Ну В ужасе Просто в ужасе В шоке И не мог шевельнуться Рома пополз Ко мне на четвереньках И на секунду Я решил что он потерял Рассудок от ужаса Ну вообще Не каждый взрослый Увидев такое Останется в здравом уме И отрезвой памяти А это всего лишь дети 12 лет И теперь Как дикий звереныш Перегрызет мне глотку Но он взял меня за куртку И принялся снегом Оттирать красные Капли с рукава Что ты делаешь Никто не должен узнать Чего О чем ты Никакой милиции Слышишь Почему Катю по частям Мы не соберем Ты Типа Мы Нас обвинят В этом А я не хочу Сесть в тюрьму Как мой батя Но ты говорил 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 Он тоже Солгал Да И его батя Не участвовал Ни в какой войне Он метнул Ненавидящий взгляд В гараж Так Ну почему Тебя Мы пытались Помочь Ну нет Всякого Ну блин Ну просто Как никак Они дети Если они Просто этот Тихонов Вроде нормальный Такой мужик Я включил Мясорубку Сейчас Блин Ну нет Ну ты Ну задел Лишь Всего лишь Блин Свои копыт А где он Блин Надо было Смотреть Куда он Задел Если он Задел Там была Ёб твоя Ой Все Короче Нечаянно Попробуй Докажи Так ну В смысле Мы там были Мы стояли Ну мы Пытались Только и надо Чтоб на кого-то Повесить убийство Ну не на 12-летнего Ну хоть Блин Ну нет Там нормальный По-моему Пацан Блин Ну хотя Нет Это бред Нельзя так Никогда нельзя В люб Ну все Лучше Я за решетку пойду А маньяк Будет разгуливать На свободе Блять А жизнь Ведь только начала Налаживаться Ну я считаю Что надо звать Но мы не можем Просто так Надо звать милицию Можем Поклянись Что никому не скажешь Никогда Ничем хорошим Вот такие вот Сокрытия Не заканчиваются А иначе Он не произнес Но это читалось В его тоне Я Хорош Блин А нет Нормально Я думала Опять будет громкая музыка Три часа звучать Я молчал минуту Думая о кровавом бульоне Льющемся из махины Серьезно Лучше б скримеров добавили Чем вот это вот Нет Я люблю пилу В смысле Эти ужасные фильмы Да Я люблю их Ну не в плане Как бы Да Но я Как бы Это Одни из моих Любимых ужастиков Но Просто как бы Тут Все усугубляет Тот факт Что это дети И кто-то Положил Катю В эту Мясорубку Явно Она там должна была И сгинуть В итоге Это очень странно Мы даже не успели Даже у нее То есть не спросить Ничего Еще вариант такой Может быть Что им это все Привиделось вообще Кто их знает Разыграло соображение Зашли это В потемках в лес Рома был прав Да не прав Даже если Тихонов Поверит нам Гараж К тому времени Может исчезнуть Чудесным образом Перенестись на другую поляну В другую часть Этого чертового леса Хоть бы по кругу Обошли его Смотрели Как он перемещается У нее там колеса есть Или что Что-то может быть Можно это Прихватить Подхватить Всяко на каких-то Этих Отпечатки пальцев Хотя блин Отпечатки в этих Захолусти Наверное И не посмотрят На отпечатки пальцев Пожалуйста Спасибо Кто-то должен Защищать Полину И Олю Подумал Я медленно кивая Ну начинаю Нет это Хорошо Я боялся Что не сдержу слова Что мама Прочтет все На моем лице Увидит Нестертые капли крови Унюхает запах И я Расколюсь Просто упаду Перед ней на пол И буду рыдать От страха Из-за себя Из-за родных Мне интересно Если есть вариант Спасти Катю Она же ведь Видела наверняка Маньяка Или окажется Что она не видела Потому что Ей там это Сзади напали А потом она очнулась Уже здесь Как бы И все равно Не видела лица Скорее всего Возможно и так будет От страха Из-за себя Из-за родных Я еще не знал Что ждет меня В месте Которое я по ошибке Называл домом Там вообще Не все в порядке Там у матери Приступ Припадки Приступ Отец тоже Какой-то Немного странный Хотя может быть Оля это привил Она просто рассказывала Что как бы Отец принес Мертвую рыбу Которая шевелилась На самом деле Была не мертвая В нее вонзили нож У мамы начался Припадок Приступ Она начала В эпилепсе биться А папаша Заржал над этим И только после того Как поржал Проржался Пошел ей помогать Что-то тут Либо Оля это все Себе так сказать Обыграла Так увидела Она и так Всего шугается Либо там что-то Не в порядке С этой семьей Вообще Входная дверь Была открыта И чуть покачивалась От ветра Мне показалось Что и не покрывает Мою кожу Я стиснул кулаки Мрак Начинается Мрак просачивался В прихожую А с ним Медленно планируя На ковер Влетали снежинки Будто стоя падальщиков Подчуявших добыч Сейчас я Закрою окно А то у меня сзади Тоже мясорудка Вот примерно так Всегда это и происходило У меня Когда я уже Ужастики на ночь Ставила друзьям А потом вот эта вот Мясорубка подъезжала Зай Почуявших добычу Я вообразил Три мясорубки Ну началось Все Вот это Сейчас крыша Поет Так а Как они собираются Жить с вот этим Дальше Молча Сохраняя это втайне Я вообразил Три мясорубки В разных частях дома И трех близких людей Перемалываемых лезвиями Он же тех крышак Потечет От такого У обоих Причем Я осторожно Перешагнул порог Может быть Ромка Ты еще и посильнее Психикой Возможно А то кто точно Крыши поедет Сейчас Вдруг услышал Как кто-то говорит На кухне Но это всего лишь Был радиоприемник Циклона Которым мы предупреждали Движемся к региону Завтра синоптики Обещают ветер С порывами До 15 метров Мощно МЧС Призвала жителей Соблюдать меры Предосторожности Дороги перекрыты Холодная Воздушная масса Арктического происхождения Несет с собой Буран Так, еще погода Прекрасно добавилась Здесь очень хорошо Сделана игра Со звуком Обработка звука Потому что Что тогда Я вот играла В первые эпизоды Да Мне Когда вот она кричит Откуда-то Мамаша Ощущение Как будто бы Сзади меня Реально Кто-то вот из комнаты Дальний тоже кричит Сейчас то же самое было Я подумала Что-то мне кричат Сверху тоже Доносились голоса Сведете меня в могилу Оба был Крик прозвучал Впервые Звуки ссоры Подействовали Успокаивающе Ну действительно Логично Все живы Значит здоровы Давай беги Всех обнимаю Может примирим их Заскрепили протяжные ступеньки Все-таки интересно Есть способ Спасти Катю Просто Меня достижение Смущает Если есть достижение Фарш Возможно Есть достижение Там Герой какой-нибудь Рыцарь Или что-то еще Так Не он Я сделал Я делала шаг А сердце За это время Успевало ударить 5-6 раз Дверь родительской комнаты Была отворена Правда что ли Да что ты говоришь В пятне света Выступал театр теней Черные силуэты Исполняли танец ненависти Мамины кисти Взметались к потолку И когда она шипела на отца А он нависал Скрестив руки На широкой груди Мы все в опасности И все из-за тебя Так Все Нормально остановились Да Короче В одной Это по-моему Было только в том случае Если мы надеваем маску Да И нас избивают Избивают Да Или нет Не помню Нет Мы не надевали маску Но мы пошли за Полиной И Его избили Когда вот Ромка С Бяшей И этим Бабуриным Избивают его Отец его Находит Подбирает Типа Из-за чего Подрался Типа Да Девушку защищал Тра-ля-ля-та-па-ля И у него В бардачке Пистолет Кроме того Оля Оля Сказала Что папа Подделывать документы Может Они Из-за Во сне Антона Катя мерзкая Но это был сон всего лишь Но сон спроектирован Явно на том Что с ним Как бы что Он что-то услышал По ходу дела Папаша Бухгалтер Он вроде как Бухгалтером работал Да Тоже по-моему Антон говорил Да Про песню Он еще вспоминал По ходу дела Папаша Что-то начудил Натворил С каким-то мафиози И они скрылись Вот в этой тайге В дремучии Как раз таки От Людей Преследующих их Видимо И в бардачке У него пистолет Не просто так Видимо Вот она Как бы Мамаша В курсе явно Вот этой темы Видимо Как раз Из-за этого У них и начались Ссоры По-любому Наверняка Поэтому Поэтому она такая Злобная Я все время думала Что она такая Агрится Все время на него Вот исти Я бы тоже Наверное бы Агрилась Если бы Понимала Что мы в опасности Все Тем более У нее как-никак Двое детей Не только она Ее жизнь У нее жизнь детей Она за них Переживает В первую очередь И конечно На фоне такого Будешь срываться Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Он вычислил, где мы живем. Точно. Это был не он. А кто? Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Иди ты, твою мать. А если он был не бухгалтер? Вдруг он вообще был не бухгалтер никакой? Вдруг это просто как бы дети думают, что он бухгалтер. На самом деле он вообще не бухгалтер, а тоже мафиози. Я пробежала к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, ссыпали взаимными обвинениями. Арина! Арина! Отец низко по звериному зарычал. Так, смотри, только не ударь ее. Катя, опять-таки, во сне Антона говорила, что если твой отец бьет твою мать, это не значит, что ты можешь бить всех остальных. Пусть я не прекратил. Блин, ну как бы вы ссоритесь, молодцы, конечно, такие, но у вас как бы и так ребенок травмированный, ты уже переездом сюда весь полностью. Че вы, как бы... И она одна в доме сидит, без брата, как бы. Ладно, хотя бы они вдвоем еще как-то там поддержка никакая, какая-какая. А, молодцы. Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Я отогнал видение, к которому сестру поглощали лезвия мясорубки. Кстати, там вот эта сеня вроде по возрасту, как Оля, там ей 5 или 6 лет. А пухшая от слез личика заставила меня похолодеть. И почти вытолкнула из мыслей кровавый образ Кати. Тут, короче, дом-то не лучшая обстановка. Что случилось? Они разведутся! Да, это уж, мне кажется, не самое страшное в такой ситуации. Я обнял сестру и прижал к себе. Так, давайте мы... Так вот. Забота. Язык отказывался повиноваться. Искать утешение. Я открою! Это ты, сука! Я так! Ладно, окей. Крики будто зазвучали отовсюду. Справа, слева, сверху, снизу били по макушке. Ругань падала нам на головы, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбежки беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! А идите, ты мы сейчас в лес пойдем. Отведи меня в небыль, Анти! Ты обещала! Не, ну это ужасно просто вообще сцена. Я осторожно отнял ее руки от ушей и повел мимо вибрирующей ярости у спальни родителей. Надо было зайти внутрь, они бы заткнулись уже хоть. Из-за тебя! Ради кого? Сейчас как сцепится еще. Пацаны, у вас дети сбегают из дому. Алло, очнитесь, пожалуйста. В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. Ну, я тебя понимаю сейчас в данный момент, да, есть такое. А, в свою комнату пошла, слава богу. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям, колени подгибались. Почему тебя не было так долго? Ля, ты не поверишь. Котлеты пек. Я пытался помочь одной девочке. И не помог. Ты помог ей? Ну, нет. Не думаю. Ты слышишь, сова тупая? У нас тут и без тебя проблем полно. Что-то дерг... А карниз что-то стукнул, там было написано. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? Ну, вообще-то нет. Я не ответил. Отпустил ее запястье, она всклипнула испуганно. Залезь под кровать, пожалуйста. Я... Кто-то что-то разбил. Я прошел по комнате, морщиваясь от каждого родительского вскрика. Билась посуда, папа с мамой переместились на кухню. А, да, действительно, нормально, да, в доме двое детей. Бить посуду. Молодцы. Я понимаю, когда вы одни там еще без детей живете, или детей хотя бы нет. Но, как бы, тут вообще, прям, вообще себя не контролируют. Нет, я понимаю, эмоции с такой... Но, блин, у вас реально дети, как бы, испуганные. Они, как бы, маленькие. О, здрасте! Я дернул штуру и рывком распахнул. Ну, что надо? Приперлись. Здорово! Совушка, медвежутка, волчек и, конечно, пленительная. Алиса. Все были в сборе и махали нам снизу. Оля ойкнула, завидев девочку-птицу. А это все-таки девочка, да? Ну, сова. Нет, как бы, я просто... Ай, блин, удорилась. Это наказание за то, что много разговариваю. Я же говорила! Только она не злая. Ну, в смысле, я бы на твоем месте спряталась бы под кровать сейчас. Да, знай, я тебе всегда верил. Кто они? Дети. Помимо страха в голосе зазвучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Только я тебя прошу, не выходи с Олей, ладно? У нас столько игр, не игры, Дина. Давайте только не вообще игры играть. А то у меня лапка болит. Потому что ее в мясорубке повредило, да? Ну, это, блин, на Семена очень похож. По чуть-чуть. И потом отдохнем. Друзья! Выходите скорее играть и танцевать! Я просто, меня, я не понимаю. Даже если это дети. Сова прилетает к Коле ночью. Тебя никто не ищет дома. А может, это Сенечка вот эта? Хотя она вроде высокенькая, достаточно для этих. При виде Алисы сердце забилось сильнее, а внутренний голос буквально кричал. Наконец-то! Она здесь! А что-то про Полину тогда мучился. И не туда, не туда. И за то, и за это побежишь, знаешь, да? Ничего не поймаешь. Они знают, как попасть в небыляндии? Конечно, знают. Да, в мясорубке потом окажемся. Все вместе. Я прикидывал, глядя на зверят. Может быть, пойдем и узнаем. Не веди ее с собой, ети... Нет, хотя неизвестно, где ей сейчас безопаснее. Я просто лелею надеждой, что родители как бы просто между собой дерутся и дерутся, но не будут как бы на детей переключаться в этом плане. Да, все. Пиши, пропала. Фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Ты вот чихала на всех, а где ты у тебя говно? Чего он сказал говно у тебя? Ты чихала на всех, а у тебя что-то там... Он что, стряпнул ее, обосрал или что? Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Дайте посмотрим. Во, потеплее. Тут, кстати, можно было... А, нельзя, да, вот это все ничего открыть больше? Так. Мама лаяла на отца отрывисто, как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Ой, вот это я знаю. Спасибо, блин! Я словарь вообще-то нажимала. Советский и российский ученый-зоолог, путешественник, популяризатор науки и ведущей телепередачи в мире животных. И у меня прямо сейчас заиграла в голове эта мелодия. Обладает заразительным оптимизмом и трогательным отношением ко всем животным. Вообще, потрясающий человек. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Здорово. Ко мне тут же подбежала Алиса, обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Да не говори, со второго этажа спускались вообще-то. Пока мы вас, домоседов, ждали, то чуть не состарились. Где ты была, когда там это, мы час назад... Мясцо разрубали. Она прижалась еще сильнее. Ты полегче слышишь, как бы это... Блин, вот по глазам нельзя определить, кто там скрывается. Вдруг это поле не вообще окажется. Оказывается, ждать так утомительно. Фух. Дайте хоть минуточку в себя прийти. Забавно, что мы видели с печаткой отрубленный палец. На мгновение. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла, куда. Это как в Яралаше было. Серега, выходи. Пока Серега вышел уже. Пока он оделся, лето наступило. Оля смотрела на сову с подозрением. О, давайте Олю. Во, наконец-то. Блин, ты посмотри, что делать? Издеваются надо мной. Дайте мне. Но хихикнула, когда та вдруг переквыркнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Нормально, потому что надо дружбу предлагать, овца. Меня зовут Оля. Раньше я, ну, я просто тебя боялась. Так что ты пугающая. Тебя испугала наша солнышка? Да посмотри на нее, она упоротая вообще. Садилась на окно, значит, там сзади это. Может быть, у нее совофобия? А это лечится? Господи. Да. Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Иначе с нами можно умереть от страха. Они меня напрягают, вообще-то. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. И после всего, что я видел в гараже, и это после всего, что я видел в гараже, встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку, журчание которой глушило все дурные мысли. Какие у вас красивые костюмы! Сейчас мы... Ой, у нее зайчик, кстати, с морковкой, смотрите, на шапочке. И варежки. Сейчас она захочет себе тоже маску. Мне не нравится это. Мне все здесь не нравится. Вообще, просто мне такое ощущение, что здесь нигде нет хорошего исхода. Все приведет, в конце концов, к плохому исходу. Любой путь, любой, как бы, вся эта история идет к плохому. Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. О, какая очаровашка! Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Я бы и сейчас спрятала. Плохой ты, брат. Я покосился на дом... Ой, господи, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто? Давайте нет. Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лес Деда Мороза? Не надо вот этого вот, а! Глаза сестренки округлились. Нет, 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 пожалуйста, я знаю вашего Деда Мороза, да? Вот этот вот козел рогатый, да? С конфетами, да? Как? Никак, она врет. Нужно идти по сладкой тропинке. Ах ты, ведьма! Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Ой, маски! Не бери у нее конфету! Посмотри, что происходит. Она опять застарая. Оля всплеснула ладошками. Тебя родители учили не брать у незнакомцев конфеты? Хотя мы взяли конфету. Посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Ну, блин, ну, Тоха, ну ты че делаешь? Блин, опасно все это. Сестра захрустела конфеты. Здесь никому нельзя доверять. Здесь все очень опасно. Я подозреваю всех. Включая Антона. И Олю тоже. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Да, рогатый. Почему? Ты мне не рассказывала? Мне кажется, сова немножко тупенькая. Я рассказывала сегодня днем. Ты просто не слушала. Но ведь днем я сплю. Я рассказывала, Ной. Когда тебя не было. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Шедевр. Просто молодец. Не прыгай так на меня. Пошла, пошла. Пошла, хвостом виляя. Алиса кинулась прочь, вильнув хвостом рыжим, точно факелом. Я думаю, может быть, нам здесь остановиться? Нет. Оля инстинктивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Давайте. Сейчас, секунду. Да, по времени давайте лучше закончим. Сейчас остановимся. Если понравилось, если, конечно, такое могло понравиться, но любителям хорроров, наверное, понравится, то ставьте лайки. Если не понравилось, все равно ставьте лайки, потому что, потому что, потому что, иначе зачем вы досидели до конца. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии. Также на всякие разные группы и аккаунты, в которых почти ничего нет, в группе ВКонтакте оставляйте пожелания своих игр. На этом все. Продолжение следует.